На заседании ученого совета Казанского федерального университета обсудили открытие новых лабораторий и продвижение по проекту 2030. Подробности в сюжете. Заседание ученого совета открыла церемония вручения наград Республики Татарстан и Российской Федерации 13 работникам Казанского федерального университета. В рамках мероприятия ректор обозначил пять стратегических проектов, вошедших в программу академического лидерства «Приоритет 2030» и сообщил о скором расширении структуры университета. Второй этап защиты проекта, куда были допущены два вуза из Татарстана, состоится 2 октября. Мы формируем инновационные платформы. Главная задача стоит, чтобы мы научились коммерциализировать результаты научных исследований. Вы знаете, что мы постоянно или постепенно создаем инфраструктуру. Значит, Республика передает площади, сейчас все документы находятся в Москве, 19 тысяч квадратных метров под технопарк. На днях мы выиграли грант на 300, если ошибусь, поправите, на 318 миллионов, как раз на создание центра по изучению активации генов животноводства. На тайное голосование было представлено два кандидата для соискания премии президента России в области науки и инноваций. Недавно молодые ученые Казанского университета также получили гранты Министерства образования и науки в размере 15 миллионов рублей на открытие научно-исследовательских лабораторий. Вчера пришло подтверждение дополнительных соглашений на финансирование этих лабораторий. По условиям конкурса мы должны открыть такие лаборатории. Это интеллектуальная химическая робототехника в химическом институте и лаборатория гидратной технологии утилизации хранения парниковых газов в институте геологии и нефтегазовых технологий. Члены совета утвердили 15 претендентов на должности профессора, преподавателя и старшего преподавателя. Были рассмотрены 9 кандидатур на присвоение ученого звания и единогласно принято положение о корпоративном гимне КФУ. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы, Универньюз.